МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, мы продолжаем, и я приглашаю на эту сцену Евгения, руководителя проекта «Инзи-Пай». Здравствуйте. Ждем презентацию. Меня зовут Евгений Живлюк. Я представляю компанию «Открытый контакт» и я руководитель системы электронных денег и платежей «Инзи-Пай». Сергей уже презентовал то, что мы совместно с Гелгоспромбанком в 2004 году начали сотрудничество и создали систему электронных денег. Я в своей презентации расскажу о том, как создавался «Инзи-Пай», как развивается и чем он сейчас стал, что это такое. В презентации я попрошу показать короткое видео на две минуты. Видео основателя системы, основателя компании «Открытый контакт» Андрея Иванова. Начну со статуса электронных денег. Что это такое? То есть электронные деньги определены банковским кодексом. И я зачитаю. Это хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, вывущенные в обращении в обмен на наличные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при исчислении расчетов как с лицом выпущенных, выпустившим в обращении данной единицы стоимости, так и с именными юридическими и физическими лицами, также выражающие суммы обязательства этого лица по возврату денежных средств любому юридическому и физическому лицу, подъявившему данные единицы стоимости. Электронные деньги номинируются в белорусских рублях. Правила обращения электронных денег определяют, есть такие 201, номер 201, которые появились в 2003 году. Согласно правилам, имитент электронных денег – это банк, имеющий лицензию. Ну и, соответственно, банк выполняет как эмиссию, так и функцию расчета. Лицензия непростая, должна быть лицензия на вклады и привлечение денежных средств физических лиц. Система работает с 2004 года. Это совместный проект нашей компании «Открытый контакт» и «Белгоспромбанк». «Белгоспромбанкомитент» и «Расчетный банк», «Система», «Открытый контакт» и «Процессинговый центр системы». так выглядит сайт и сейчас вот я попрошу включить короткое видео дмитрия представляю вам пожалуйста андрей иванов человек который открыл в беларуси интернет электронную почту зарегистрировал зону бай и открыл регистрацию домена в зоне бай первая система интернет-магазинов первый торговый портал шокбай и первая система электронных денег это понятно что для того чтобы заниматься торговлей надо иметь все такие же интернет-средства расчет и создание платежной системы создание самостоятельная задача на первом этапе в У нас на эту штуку целый год встречались бесконечно, переговоры, ожидания. Удача пришла в принципе у нас полгода. Они неопокровенные гибкие, они сразу все поняли, оценили, и уже, наверное, вторая встреча заканчивалась обсуждением рабочих вопросов. После года унылых ожиданий на Моливорском истоке банкиры, заняли очень активную позицию, и по всем вопросам, что называется, Ширина Мельча, это очень поздравляло от нас, как два и у нас есть. Спасибо. Продолжим презентацию. Были только наличные деньги, то есть платежей в интернете не было белорусскому. Когда с банкирами обсуждали будущие платежные системы, стало понятно, что не только расчеты для интернет-торговли, нужны расчеты для сервисов, за различные коммунальные платежи, и прочее-прочее за интернет, ну и в том числе возможность с людям рассчитаться дистанционно друг с другом, без личных встреч. И это было заложено в самом первом, в самом начале возможности системы. Ну понятно, что очень все волновались за безопасность, потому что ничего такого не было, все были наслышаны в банке, в первую очередь, конечно, знали о фроде, о мошенничестве в сфере, в карточной сфере, в интернете, была статистика, там крупные очень такие были дела, вот, за рубежом. У нас такого не было, и, конечно, все очень по этому поводу переживали. И, конечно, безопасность – это основа, это фундамент платежной системы. Было на всех этапах очень большое внимание уделено, и предполагалось, что для подтверждения платежей изначального, перед тем, как стартовать систему, должны были вот такие вот использоваться карточки контрольных кодов, когда провайдеры использовали похожие технологии для доступа, для паролей, для доступа в интернет. Банк очень поддержал эту идею, но понимали, что массовая система не станет, если будут только одни карточки, одни одноразовые контрольные коды, то есть физический такой носитель, который надо каким-то образом передать, и нашли, совместно выработали такое решение с банком, в котором использовались многоразовые коды, то есть альтернатива. Хочешь одноразовые коды для надежности, хочешь многоразовые, если уверен, если считаешь, что этого достаточно, и для тебя это более удобно. И уже на старте система была и с многоразовыми, и с одноразовыми контрольными кодовыми. И 9 ноября 2004 года на выставке была представлена EZPay, и был совершен первый платеж в белорусском интернете. Тогда было совсем немного поставщиков, участников системы, вот они здесь все представлены, пополнение кошелька производилось только в 10 кассах в Белгоспромбанке в Минске, и для вывода, для выгашения электронных денег нужно было прийти в центральную область на предыдущих, там же, где и сейчас находится Белгоспромбанк. В 2005 году появилась возможность пополнять электронные кошельки в отделениях Белпочты, и в течение 2005-2006 года пополнение кошелька стало возможным во всех отделениях Белпочты. В 2005 году появилась возможность связывать, привязывать карточку Белгоспромбанка Мастеркард к кошельку, и прямо в кошельке стало возможным переводить средства с карточки на кошелек и обратно. без необходимости указывать какие-то карточные данные. То есть, привязал карточку к кошельку, и можешь переводить средства. В 2005 году появился сервис SMS для клиентов НТС. Когда это было, вот вы видите, какие были тогда мобильные телефоны в Сунии Эриксон в Сунии Эриксон, в Сунии Эриксон, в Сунии Эриксон, такие были телефоны, еще тогда практически не было возможности нажимать на экран, то есть, все было кнопочным. Ну и тогда вот сервис позволял делать некоторые операции, можно было переводить средства с кошелька на кошелек и несколько сдачков было. И в рамках проекта с сетевая компания Рифмейн стала возможна регистрация электронных кошельков. И позже с помощью SMS-сервиса стало возможным подтверждением отдельных операций для безопасности. Вот то, что вы говорили в двух парках на аутентификациях. В 2007 году стали сотрудничать с российской системой робок-сченщик у Бакаса и стало возможным переводить средства с системы лепронных денег за рубежи и изи-пэй. Ну и открылись платежи в тысячи в первую очередь российских интернет-магазинах и сервисах. В 2008 году появился ERIP и в этом же году мы стали сотрудничать с ERIP-ом. В 2010 году появилась возможность пополнения электронных кошельков через ERIP-ом. Ну, сейчас это основная возможность в СДП пополнения кошельков. В 2014 году совместно с Белгоспромбанком реализовали проект пополнения электронных кошельков со счета карточек Visa MasterCard прямо в кошельке вводится номер карточки и все необходимые процедуры, которые обычно в классическом интернет-экваре выполняются. В прошлом году появилась возможность подключения интернет-экваринга банковских карт, Visa и MasterCard опять же на базе решения Белгоспромбанка и подключаем интернет-магазины и сервисы к этому сервису. В 2015 к конце прошлого года EZPRES становится агрегатором ERIP официальным агрегатором ERIP и стартуем подключение сервисов интернет-магазинов к ERIP. Позже немножко поподробнее расскажу об этом. Сейчас более подробно о кошельке и о его возможности. Вот так выглядит на сайте сам электронный кошелек то есть те, кто входит в электронный кошелек видит такую страничку и там есть все необходимое работа с избранными платежами каталог у нас свой каталог в него интегрирован ERIP есть поиск поставщикам которым допустим сложно найти через сам каталог через дерево ERIP ERIP на сайте регистрируется кошелек ERIP ERIP получает номер ERIP 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 подтверждение операции ERIP 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 в отделении Белгофрубанка стоит бесплатно и в отделениях Белпочек стоит примерно 3,5 рубля в этом году мы запустили мобильное приложение электронного кошелька и реализовали в нем все те функции которые были в электронном кошельке которые были на сайте ну и в том числе можно зарегистрировать скачать мобильное приложение зарегистрировать как бы себе кошелек и ну конечно же нужно сходить и пройти идентификацию дальше уже можно пользоваться кошельком не регистрируя его на на сайте операции которые доступны в EZP вот они здесь перечислены это пополнение электронного кошелька вывод средств платежи товаров и услуг переводы между кошельками и другие переводы ну и можно переводить средства с ВМВ с WebMoney с Белт есть банковский перевод на произвольные банковские реквизиты кошельки подробнее если вот это ERIP Белпочта еще раз повторюсь ну и есть все те каналы которые есть в ERIP во всех них есть возможность пополнения электронного кошелька еще раз еще раз повторяю то есть вывод электронных денег уже как бы из системы для то есть какие платежи какие поставщики доступны для оплаты это весь ERIP но есть еще дополнительные сервисы зарубежные сервисы игры мукникерские конторы ERIP ну и прочее вот так выглядит каталог с возможностью поиска ну и о платежном решении для бизнеса то есть с прошлого с конца прошлого года ERIP становится электронной платежной системой и появляется возможность поставщику бизнесу предпринимателю подключить весь набор наиболее удобный для него платежных методов это ERIP расчет банковские карты Visa Mastercard ну и электронные деньги мы подключаем практически любые сервисы подбираем интернет магазины сервисы подбираем необходимые решения есть разные вариации что кому удобнее где подходят карточки где подходят ERIP больше и ведем клиента то есть подключаем стараемся подключать под ключ то есть все необходимое делаем максимально оперативно и так чтобы было удобно клиентам плательщикам и самому сервису для интеграции у нас есть возможность использовать тестовую среду песочницу и можно зайти на сайт в разделе для разработчиков увидеть возможность посмотреть как выглядит тестовая среда как выглядит кабинет поставщика выставить счет оплатить то есть все в безопасном режиме посмотреть как все будет работать и через API сервис который 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 сделать решение мы представляем API это API открыто оно представлено на сайте произвести необходимую интеграцию есть единый личный кабинет для всех платежных функций ну и информирование возможно как через личный кабинет на сайте то есть через интернет через брауз так и смс мейл на сайт передачи информации на сайт через API вот так выглядит кабинет поставщика пример приведен пример того как выглядят платежи то есть ну и можно посмотреть вот несколько платежей которые приняты то есть платежи через елип через карточки вот песочница на сайте есть все можно все увидеть не надо к нам обращаться то есть непосредственно на сайте можно зайти увидеть все достаточно понятно описано и можно без регистрации зайти и посмотреть как это все работает то есть весь полный цикл провести и когда подключается поставщик можно протестировать непосредственно сами операции как это все выглядит для интернет-магазинов которые работают на базе популярных CMS есть модули которые обеспечивают прием платежей через платежные методы через зипы мне все спасибо благодарю за внимание